Объявленное Минобразование реформа высших учебных заведений вызвало недоумение ректоров и преподавателей. Они говорят, что о реорганизации и сокращении вузов узнали из пресс-конференции и даже не были вызваны на обсуждение. Преподаватели настаивают на том, что студентам нужно разнообразие специальностей. А в аграрном университете, который войдет в состав технического университета, даже надеются убедить ведомство отказаться от плана. Преподаватели Тираспольского госуниверситета говорят то, что их могут объединить с педагогическим университетом имени Иона Крянга узнали из прессы. Признаются, новость их шокировала, тем более, что с ними никто не консультировался. В школах не специалистов. Мы готовим учителей, которые должны преподавать физику, химию и математику. Это не просто попытка уничтожить университет, а попытка уничтожить общее образование Молдовы. Считаю, что это попытка уничтожить университет, а не соединение вузов. Как вы думаете, могут ли последовать увольнения? Вы знаете, когда вы идете в другое учреждение, все может быть. Более того, утверждают преподаватели, студентам необходимо разнообразие специальностей, чтобы сделать правильный выбор в профессии. А когда они поймут, что вариантов немного, поедут учиться за границей. По мнению педагогов, Минообразование должно сосредоточиться на привлечении молодежи в вузах более эффективными методами. Я вижу здесь два сильных высших учебных заведениях. Тираспольский госуниверситет и Государственный университет имени Иоанна Крянга, которые должны сесть за стол переговоров, чтобы было все сбалансировано 50 на 50. Я понимаю, что это поглощение означает, что нас больше нет. Кто знает, может осенью мы все будем искать новое место работы. Один из пунктов законопроекта предусматривает сохранение учебных корпусов. Это означает, что студенты, уже зачисленные в эти вузы, останутся учиться в тех корпусах, где учились до сих пор. На данный момент неизвестно, что будет с преподавателями. Эректор Аграрного университета рассказала нам, что новость стала для них как гром среди ясного неба, так как через год им исполнится 90 лет. Теперь, говоря, сделаю все возможное, что поговорить и убедить чиновников из Минообразования ставить их работать как прежде. Преприняты определенные шаги по укреплению материально-технической базы учреждения, по оптимизации и рационализации затрат на содержание учебного хозяйства. Очевидно, наблюдается тенденция к сокращению числа студентов, которая является общей для всех учебных заведений. Эта тенденция порождена демографическими проблемами, стоящими перед нашим государством, а также массовой миграцией трудоспособного населения. Вчера Минообразование объявило, что вместо 28 высших учебных заведений будет только 4. Это Государственный университет Молдовы, Технический университет, Педагогический университет имени Иоанна Крянга и Экономическая академия. При этом Академия музыки, театра и изобразительных искусств перейдет в ведение Минкультуры. Реформа не затрагивает университеты и академии, готовящие будущих полицейских, военных и врачей. На реализацию плана из госбюджета будет выделено 700 миллионов леев. Такое решение министерство приняло после того, как выяснилось, что в Молдове слишком мало студентов. Реорганизация учебных учреждений продлится до начала нового учебного года. Проект вынесен на голосование Кабмина.